Макс, привет! Рад, наконец, с тобой виртуально развиратализироваться, так сказать. А то все время общаемся в телеграммчике, в чатиках, вот, и никак вот друг друга не видели. Хоть таким образом пока что, надеюсь, в каком-то обозримом будущем сможем увидеться вживую, потому что я часто бываю в Токио, где ты находишься. Итак, для тех, кто будет смотреть запись этого такого интервью в практическом формате, кратко, кто мы такие. Меня зовут Павел Косенко, я один из со-авторов проекта Dehancer, можно сказать, идейный вдохновитель этого проекта. Макс Галамидов – колорист, оператор профессиональный и начинающий режиссер. Я нахожусь в Москве, Макс находится в Токио. Макс работает в студии Digital Garden японской, которая занимается грейдингом. Вот, и сегодня у нас специально студия забронирована под нашу встречу, потому что я очень хочу помучить Макса вопросами, как же он так круто оседлал Dehancer, что многие колористы, когда смотрят на эти картинки, говорят, ну, как он так делает всего лишь за несколько нот. Надеюсь, ты нам это расскажешь сегодня. И покажу. Да, и покажу. То есть мы будем шарить экран в основном, но прежде чем мы начнем это делать, Макс, можешь кратко про сетап свой сказать? Вот так интересно, колесики, всякие клавиатурки в студии. Я могу даже, наверное, как-то подключить сейчас, подвинуть свой лаптоп. Ну да. Всем привет еще раз. Макс. Нахожусь в студии. В одной из комнат у нас их три по цвету, хотя фирма занимается, Паш, не только цветом у нас. У нас получается полноценный постхаус и визуальные эффекты, и даже монтаж звука, но в том числе делаем цветокоррекцию. А сколько покрасочных комнат у вас? Покрасочных комнат у нас сейчас три. Ого, круто. Ну, я вижу по количеству лицензий, которые покупает студия, что у вас далеко не один компьютер. И плюс целый этаж еще для конформов, для ассистентов сделан. Там они тоже, там сколько, четыре машины стоят с мини-панелями, но пришлось тоже докупать Дехансер, потому что, так как я его использую сейчас, и они конформят его или там заканчивают проект после того, как с клиентом поработали, то там они открывают, на машинах нету Дехансера, было сложно. А сейчас вот здесь стоит Дехансер, и очень довольно-таки удобно получается. Классно. Значит, у тебя панель, я смотрю, там стоит максимально. Да, давиджевская Blackmagic транс-панель. Она же, как бы говорят, морально устарела, у меня просто лично у меня не было такой панели. Да, в некоторых времен она уже не обновляется, хотя полгода назад нам прислали новую в плане лейаута кнопок, и весь маппинг был немножко по-другому сделан, а в принципе все то же самое осталось. Но что-то он не зашел как-то, и у нас ее обратно забрали, и вот у нас осталось все то же самое. Мне кажется, она во всем мире одинаковая. Да-да, она одинаковая, и давно не обновлялась. Был недавно какой-то экспериментальный момент, присылали с новыми настройками, то есть новые кнопки чуть-чуть, какие-то новые функции, там, шорткаты, но как-то я не зашла. Так что вот она такая, ну не знаю, мне она удобна, мне она нравится, я к ней привык. Понятно. Так, и соответственно, у тебя, у тебя МАК, какое там ведро стоит или что у вас? Нет, у нас не ведро, у нас, кстати, никогда не было ведра. У нас было сначала, у нас был вообще Линукс даже стоял, но сейчас у нас все на МАКах ПРО, на последних. То есть студия как бы не очень бедная, в принципе. Сейчас, да, в каждой из комнат по цвету у нас стоит по МАКу ПРО, да. Ага, понятно. Что-нибудь, сколько мониторов давай раз посмотрим? Так, кстати, интересно, мониторы черные, хотя там сейчас включено. А, вот так видно. Ну чуть-чуть видно, да. Мониторы просты, как бы все очень просто. Вот монитор, прямо получается, я себе так поставил сетап, что все идет по одной линии. Ага. Вот так вот, что монитор по интерфейсу, он напрямую, и там идет уже референс монитор. Да. Да, видно, да, хорошо видно, ага. Да, да, и вот тут стоит справа монитор, почему-то отражается, или вообще не видно, эти векторскопы. Ага. Это Техроникс фирма, да, она софтверная у нас. В других комнатах у нас идут хардверные векторскопы, реформы точнее. Понятно. А справа еще один монитор стоит, четвертый получается. А, ну вот там еще стоит за мной, да, это уголок ассистента. А, я понял, почему ты говоришь лево-право, у меня же наоборот картинка, все, понял. А, окей. Ну да, да, да. Вон там за мной, вон там, да. Это машина для ассистента, они сидят, параллельно могут что-то там подправить, там заменить. То есть ты когда работаешь, у тебя ассистент прям в процессе идет? Работает? Да, он со мной сидит, получается, всю сессию, иногда уходит, когда там видно, что ничего не надо делать. Я его потом в конце просто забуду, они делают рендеры и там, тут свои правила, все эти нюансы. Ну то есть получается, что ты вроде как старший колорист, да? Да, да, да. А всего сколько колористов студия? У нас всего пять, из них два старших, да, я и японец. Я единственный иностранец вообще в этой фирме. Да? А ты японский-то выучил уже? Ну как, не выучил, но я... У меня жена японка, и мы дома говорим на японском английском таком, поэтому более-менее что-то могу разговорную речь поддержать, там. Писать не могу, сразу говорю, читать не очень могу. Хотя освоил, где эти азбуки простые, но сами иероглифы меня сложно пока. У нас, кстати, фуллстэк-разработчик в команде DeHuncer, который, собственно говоря, занимается сайтом и бэкэндом и фронтэндом. Он знает японский хорошо. О, круто, круто. Так получилось. Окей. Из дополнительных клавиатурок каких-то что-то используешь? Дополнительные девайсики, там какие-то шоткаты не выносишь или тебе хватает полностью панели? Нет, нет. Нет, популярные довольно-таки, да, сейчас народ их использует, дополнения какие-то ставят рядом с клавиатурами, но я как-то не использую. Нет, мне хватает этой панели, плюс иногда и все-таки мышкой. Кто-то говорит, мышкой вообще не использует, там, хватает только панелей, там, шоткатами. Но я все равно комбинирую и мышку, и панель, и клавиатура. Но без ничего, ничего больше дополнительного мне не стоит здесь. Понял. Слушай, а за панелью три монитора или два? Почему-то они черные, почему-то они все включены, странно, почему они черные показываются. Не знаю, так показывают. Да, видно вот так вот, под каким-то углом было видно, что они работают. Да, это можно. Во-во-во. Ага, ну один интерфейсный, второй для вектороскопов, а третий для вектороскопов. Да, вектороскопы. Мне кажется, этот угол зависит как-то, да. Вот, и третий. Кто как у нас использует? Кто использует, ставит на фуллскрин зачем-то туда вот на... Опять все пропало. Ну вот, интерфейсный... Я понял, понял, да. Да, вот вектороскопы. И там третий есть, это уже на свое усмотрение. Что хочешь, ты можешь выводить. Но я его не включаю, только вектороскоп и ставлю себе. И напрямую вот референс. Понял. Ну можно как часть интерфейса его использовать тоже. Да, 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 кто как, кто может, там таймлайн туда можно выставить. Кто-то так делает, у Резова есть такая сейчас возможность. Точнее, по-моему, всегда была. Слушай, а вот если не секрет, как у вас там с вентиляцией, сколько человек может находиться, потому что я дико повернул на вентиляцию, на свежем воздухе. Вот. Продуманный вопрос? Кондиционеры здесь, они даже не видно, они спрятаны. То есть у нас, как я не могу показать, можно потолок... Кондиционеры, это кондиционеры, они охлаждают воздух. А вентиляция, она прогоняет. Да, да, да. Вентиляции, слушай, у нас есть просто... Ну это в другой комнате сейчас стоит очиститель воздуха, дополнительная такая коробка стоит, такой девайс. Это тоже не то. Вот именно поступление свежего воздуха. Ну ты себя чувствуешь, там нормально у тебя голова работает, когда ты там сидишь долго? Конечно, конечно, да. То есть свежо, да, нормальный воздух? Скорее всего, она просто продумана. Да, здесь можно, да, вентиляцию включить, можно поставить какие-то здесь варианты, D-Humidifier, как он называется, как-то перевести. То есть он влажность убирает. Короче, система, я понял, там скорее всего есть система жизнеобеспечения, просто она спрятана в стену, для тебя есть какой-то там прибор, который управляет ей. Да, да, да. Весь пульт, я их тоже сушил. Я просто, я на всякий случай спросил, потому что я очень сильно сомневаюсь, чтобы в серьезной студии этот вопрос не продумали. Вот, да. Ну и, соответственно, освещение тоже, я смотрю, продумано там, можно по-разному, да, его... А вот у меня есть пульт, который я хорошо знаю, это пульт с тремя программами, то есть уже запрограммировано запрограммировано разное освещение, можно полностью все включить, можно только надо мной, только над клиентом, там какой-то уголок включить отдельно, полностью темноту создать и так далее. Тут диммер есть какой-то, то есть вот этот я использую, да. А сзади там какой-то еще один экран проекционный? Или мне показалось? У нас 5 экрана нет, нет, здесь ничего нет, нет. Там уже диван идет, столы. Ага, понял. Ну человек 5 может спокойно сидеть, да? Нет, больше. На самом деле диван, если так всех рассадить, человек на диване, то человек 7, наверное, влезет, плюс 3 сейчас стула стоит за столом, на который тоже можно человек 6 посадить. То есть человек 10 свободно, может быть, студии 15, но это уже будет так. Понятно. Ну, короче, классный подход, нравится мне. Здесь такая, да, такой сетап, вот именно эта студия, эта комната, что я перед всеми сижу, они все за мной. В других комнатах я сижу немного сбоку. Да, да. Понятно. Так вот у нас, да. Ну ладно, просто раз уж мы оказались в японской студии, то, конечно, очень интересно было воспользоваться и случаем, и послушать про сетапы. Спасибо тебе большое. Давай к главной теме нашего разговора. Можешь ли ты показать, как у тебя получается так виртуозно пользоваться Диханцером? Дело в том, что когда ты покрасил клип, как группа называется? Осака, да? Не-не, это группа из Осаке. Группа называется Токио. А, Токио. Произносится, по-моему, как Токио. Ага. Соответственно, когда ты стилы выложил, и мы их тоже расшарили в наших соцсетях, там мне очень много людей написало, типа, вот это круто, это действительно уже прям совсем похоже на пленку. И главное, что, наверное, там было 95 нот. Вот. Я тебе задал вопрос, и ты говоришь, да нет, там всего лишь несколько нот, кроме Диханцера. Две-три иногда. Вот. И, ну, как бы, народ не поверил. Покажи, пожалуйста. Расскажи как-то так. И расскажи о своем подходе. Ну, то есть, если можно, давай расшарим экран, ты покажи конкретный проект и расскажи о том, как ты, да, вот мыслишь, когда красишь. Потому что ты именно чувствуешь, понимаешь, как бы инструмент нужно чувствовать, и я вижу, что у тебя классно получается, именно понимать его суть. Расскажи с точки зрения колориста. Потому что я, когда рассказываю с точки зрения разработчика, я немножечко иначе мыслю, да, и у меня, ну, я начинаю сразу углубляться во всякие там нюансы, почему это так работает. А ты просто покажи, я беру сначала это, потом это, потом это. Хорошо. Давайте, отключай экран. Да. Так. Появилось? Нет? Да, у меня все появилось. И мне на втором экране его себе тоже в стороночку отведу. Так. Все. Так. Так. Сначала все давай выберем. Вот так просто. Так. Ну вот. Это как раз таки, да. Я подготовил этот проект сегодня, потом, может быть, еще покажем один. Совсем другой проект. Давай. Начнем с музыкального клипа тогда, который снимали в Осадке. и очень инди группа. Да. Классный режиссер. Снимали на Panasonic, GH5. Присылали мне все. Можно посмотреть. DnxHR. У человека, по-моему, не было возможности отрендерить мне ProRes, поэтому это он мне прислал. Вот. Что началось? Да. Я помню, мне он написал и попросил сделать цвет. Я говорю, а пришли хоть что-то посмотри сначала. Я мне прислал буквально пару кадров. И это, кстати, те кадры, которые я присылал сразу тебе. Потому что я не удержался. Сразу на эти кадры накинул Dhancer. Да, да, да. Было дело. Сразу начал пробовать. И вот эти первые стилы до режиссера я начал посмотреть тебе почему-то. Мне было так интересно, чтобы показать тебе слухи на Panasonic. Наконец-то не какая-нибудь там Aria или Ared или что-то такое очень, знаешь, популярное, очень крутое. А что-то такое очень простое и доступное. И начал с тобой делиться. И так как уже были эти стилы сделаны, я их параллельно потом сразу через пять минут отрасывал режиссеру. И он практически сразу их подтвердил. То есть он сразу сказал, вау, это есть этот лук, который он хочет. Это вот это изображение, этот цвет, этот контраст. Там чуть-чуть с грейном поиграли. Ну, сейчас все покажу. Ну, в принципе, по сути, ничего не изменилось после вот этих вот первых моих тестов. Ну, ты их сделал за несколько минут, получается. Ну, как, да. Я вот добавил Dhancer. Давай, ничего. Давай, да, показывай. Попробуем. Сейчас выберем. Так, ну. Ну, смотри. Какой камень. Вот, по-моему, вот этот я посарал тебе. Да. Да. Тут все очень просто, да. Главная нода вот она. Ты отключи все лишнее и начинай включать под тем нодом, как ты включал. Можешь так сделать? Конечно, конечно. Да. Вот. Видно, да? Все выключено. Сейчас все выключено, да. Первую ноду, которую ты добавил. Да. Тут еще что? Подожди. А, тут еще добавлено таймлайны, как уголки. Ага, понятно, да. Да. Ну, отключи их пока что, чтобы не мешали. Да, да. Ну, они могут быть включены, они над цветами не влияют. Ну, да. Ну, да. Там надо выключить. Ну, вот. Вот, конкретно в этом кадре появляется в первую очередь гиганцев. Правильно. Только гиганцев. Это правильно. Ну, мне тоже кажется, с этого и стоит начинать. То есть, через выбор вот наверху, значит, вот, выбор камеры, я включу Panasonic. Хотя мне всегда интересно, я пробовал какие-то другие камеры давать, точнее, профили. Даже зная камеру, я даю какой-то иногда другой профиль. Интересно может получиться. Бывает. Бывает. Или какие-то проекты, да. И с чем еще это интереснее проект? Потому что, ну, действительно, здесь получился весь этот цвет создать, ну, на 95% одной ноды, то есть одним гиганцером. Остальные, вот я сейчас объясню, эти ноды, которые там используются, они довольно-таки очень простые. Они практически ничего не меняют, они чуть-чуть добавляют какой-то там эстетики. Но в основном, да, сделано все гиганцером. Ну, и вот и пошло. Я не помню по экспозиции здесь. Ну, здесь немножко завтра, наверное. Ну, ты, этот инструмент exposure compensation, он, собственно говоря, если исходник темноват, то лучше здесь поправить сразу. Это упрощает. Значит, это дальнейший процесс. Видимо, ты так и сделал. Да, да. Я, точнее, даже до этого, естественно, я выбрал сначала пленку. Ну, да. Угу. Одна из моих любимых в последнее время. Почему-то мне она очень нравится. Ну, слушай, ну, когда хром, это вообще легендарная пленка, несмотря на то, что ее давно не существует. И этот профиль мы построили хитрым образом, поэтому мы назвали его экспериментальным. Ну, потому что у нас, к сожалению, нет возможности отснять и проявить самим эту пленку. И мы использовали референсы, отснятые и проявленные другими людьми. Вот. Ну, и, как бы, он, на самом деле, он, ну, не то, что прям дико точный, но все-таки он передает эту эстетику этой самой пленке, на которую все хотят эту пленку. И мы, конечно, не могли обойти вниманием ее, когда создавали Dehancer. Ну, да. С этого все и началось. Согласен, пленка очень крутая, очень интересная. Она немножко с таким фиолетовым оттенком по началу идет. Да. Что мне очень нравится. Но его можно легко компенсировать. Дальше я покажу, как. И после этого, скорее всего, я пошел уже, поменять, задрал экспозицию чуть-чуть. Подправил, компенсировал называется. Компенсировал недоэкспозицию. Да. Поправляй меня, Паш. Ага. Сейчас начнется, да, эта вся игра с терминами, которые я не очень владею. Я, тем более, по-русски это забываю. Вот. Ну, и могу включить-выключить, например, ну вот, дальше пошла, пошла точка черного-белого. Вот здесь. Включил, выключил, включил, выключил. Я, кстати, могу как бы чуть-чуть со своей стороны комментировать, так как хорошо знаю, как это работает. Вот экспант, он применяется у нас, да, не к изображению, а к пленочному профилю. По-другому себя ведет. Да, он очень аккуратно себя деликатно ведет, на самом деле. Ага. Ну, просто это комментарий, да. Давай дальше. Да, ну смотри, могу здесь включить, потому что вы не видите мой экран с этими, со скопами. Ага, да. Ну да, это пересвет. Ну, это естественно. Ну, здесь какой-то пересвет. Ну, который, который классно, кстати, помогает для будущего этого glow-эффекта, bloom-эффекта и halation, поэтому иногда задираю специально какие-то такие точечные участки. Вот. Здесь получилось так, да. Поэтому точка бело-черного, ну, здесь получилось так, не особо завалено, не пересечено. Дальше пошли, так вот, закладка print, что здесь получилось. Здесь тоже, как видите, небольшая разница. А ты знаешь, что интересно сделать, ты в закладке print, ты, на самом деле, снизил контраст. Это интересно, я даже сам так не делал, это редко вообще бывает нужно. Чуть-чуть, но ты его снизил. Прикольно, то есть я понял, ты черную точку поднял, а контраст снизил, это интересно. Да, 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 да. Слушай, тут такие вот, тут столько возможностей, здесь сложно идти только линейно. Можно сначала контраст забрать, потом идти в экспозицию, экспозицию чуть-чуть приподнять. Или наоборот, и точка черного здесь играет, играть может здесь столько вариаций, поэтому даже сложно сказать, насколько вот я последовательно здесь все вот этому всему следовал. Не могу даже вспомнить, честно говоря. Но потом можно провести эксперименты, могу все сбросить и попробовать заново сделать. Или ради интереса на каком-нибудь другом вообще шоте можно это сделать, чтобы разнообразие было картинки. Да, 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 конечно, можно, да. То есть смотри, получается... Да, интересно заметить, да. Получается, что ты сначала выбираешь, ну, естественно, технический момент камеру, затем ты выбираешь профиль, и уже от общего профиля, от общей картинки, которую ты получил, ты идешь в разные инструменты, настраиваешь изображение, все инструменты друг на друга влияют, естественно, да. То есть тебя не смущает, если ты выбираешь профиль, и он слишком контрастный или там слишком синий, ты понимаешь, что ты это можешь компенсировать. Правильно я тебя понимаю? Это всего нравится, но я знаю, что контраст можно подправить, и это не проблема, поэтому тут столько возможностей, столько, как бы, вариаций. Colorhead, он очень-очень-очень мощный, но без него так, скорее всего, будет виден, отображаться профиль пленки. Да, так он... Если не учитывать... А, нет, Saturation... Да, то есть здесь у меня Saturation не задран ничего, то есть по цвету более-менее так, скорее всего. Ага. И тут уже вопрос, тебе это нравится или не нравится, и что ты можешь с этим сделать. Я сделал это вот примерно так. Понятно. Ты компенсировал красный оттенок, фактически. Ну, то есть ты чуть-чуть даже разбалансировался. Да, 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 да. Фактически это вот субтрактивный инструмент, который аналогичен принтерлайцу. Ну, или же, как сказать, при фотопечати и при кинопечати это принтерлайт называется. Да, но ведет тебя в Dihanser гораздо интереснее и лучше, мне больше нравится. Ну, принтерлайт, который в DaVinci, он немножко технический, да, здесь все-таки мы используем значение, ну, в Dihanser мы используем значение реальных светофильтров, которые мы инструментально замерили на реальных фотоувеличителе в данном случае. Вот, поэтому, ну, и плюс там есть другие хитрости, он более деликатно, да, действительно себя ведет. Ну, да, то есть здесь можно удобно сейчас кнопкой, да, здесь это пинтакт, здесь можно прямо, да, понижать или как бы смешивать оригинальный цвет профиля с моей коррекцией. Он интересный, иногда я этим пользуюсь. Ага. А еще сильнее может, потому что мне кажется, что убирает, боюсь, что мы с помощью зума это не увидим. Ну, давай попробуем. О, да, 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 по компрессии. Ну, да, смотри, покажу оригинал. Ага. Вот оригинал. Здесь, кстати, по-моему, она даже и не в фокусе. Видно, что здесь вот гейм. Да, 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 не в фокусе она. Не в фокусе. Чуть-чуть здесь. Ну, да. И вот включаем, значит, только Dihanser. И можно попробовать выключить зерно. Вот так без зерна. Да, видно. Не очень хорошо, но видно. Да. Зерно такое агрессивное. Поэтому... Ну, ты в этом проекте вообще агрессивненько, я смотрю. Всего приложил так. И, в общем-то, прикольно получилось. Да, ну, слушай, Dihanser очень понравилось. Он хотел эту эстетику в 80-х. Точнее, в Японии 80-х. Вот эти фотографии мне какие-то показывал. И я там из всего этого количества фотографий, мне буквально парочка понравилась. Они просто были вот почему-то мне напомнили вот эти какие-то хламоны. Ну, это не значит, что я из-за фотографии добавил этот профиль. Просто этот профиль понравился. Он очень хорошо подошел, в первую очередь. И близок был к тому, что я видел. Но я не пытался там один в один все сводить. Просто ему показал, что, слушай, ну вот такой тест. Буквально, как я говорил по первому тесту, он сказал, в правильное направление. Потом буквально какие-то маленькие потом точки черного поднимали. Опускали буквально чуть-чуть совсем. Где-то даже не в этой сцене. А так, в основном, ему все понравилось первоначально. И, как видно, это все создано вот одна нота. Так, то есть здесь ты, соответственно, в шедоусах и мидтонах оставил. А в хайлайтах вообще убрал зерно. То есть оно тебе здесь не нужно. Да, то есть тем самым немножко, получается, картинку за блюда. Потому что, когда ты добавляешь amount, то есть сила получается, количество зерна, то картинка, ну вот смотри, видно сразу, она немножко смягчается. И мне это нравится. Да-да. Вот. Поэтому дальше уже просто если по дефолту оставлять настройки, то это через чур. Ага. И тут уже просто экспериментальным способом задрал одно, посмотрел, насколько это влияет. Слушай, а классно. Я только что понял, что ты фактически использовал инструмент FilmGrain как инструмент, который мы еще не сделали, но планируем скоро добавить, soft edges. То есть инструмент, который... Ага. Ага. Да-да-да. Да, здорово получился. Хороший секрет. Хороший секрет. Хайлайт. Ну, это выделение. Хайлайт, да? Ага. Да. Можешь включать хайлайт и вот это вот именно с HB. Это видно те изменения, которые добавляются на изображение. Ага. И тут видно, кстати, очень хорошо, куда добавляется зерно и что именно происходит. Ага. Я такой вот этот вот хайлайт-мод использую, ну очень часто использую, именно в Dehancer тоже можно посмотреть, что именно происходит, какие области именно затрагиваются в большей степени. Но это так, в экстремальных случаях, а так вот чисто на глаз, зумировал, посмотрел на референсы. Именно еще надо в движении взять и посмотреть. Да. Ага. Ага. Поэтому, да. Я так здесь с Супом был. На битпад, ну да. Ага. Ага. Ну да. Тут уже да. Понял. Ну да. Хорошо, что здесь помещение здесь, вот игровой центр. Поэтому здесь, наверное, больше играть надо в хайлайтах и в ментонах, если по зерну. Ну, это так я оставил бы, да. Я со своей стороны чуть-чуть прокомментирую, вот прям буквально 20 секунд, почему картинка размывается. В принципе, у нас подробно в статьях написано, но статьи люди читать не умеют, а это видео, может быть, посмотрят. Дело в том, что принцип изображения, что изображение состоит из зерна. Зерно не может быть наложено на изображение. Имеется в виду, я сейчас имею в виду аналоговое, настоящее изображение. Мы, так как воспроизводим аналоговые принципы, то, ну, естественно, если размер зерна увеличивается, то размер детализации уменьшается. Это само собой разумеется. Невозможно, чтобы зерно увеличилось, а картинка не блюрилась. Если какой-то либо инструмент, ты с ним встречаешься в жизни, который эмулирует наложение зерна, и при увеличении зерна, количество зерна или размера зерна картинка не подблюривается, то можно этот инструмент отложить в стороночку, он, скорее всего, ничего общего с имитацией зерна не имеет. Вот, это был короткий комментарий. То есть, естественно, при увеличении размера и маунта картинка должна блюриться. Да? Что? Да, очень классный эффект получился. Ну, то есть, вместе с ростом зерна. Она же не просто блюрится, она же блюрится. Понял, давай дальше. Дальше по списку, мой любимый Hallation. Так. Выключил? Включил. Ну, ты его тут вообще конкретно, конечно, вдул. Да, да, да. Именно в этой сцене, ну, и в других тоже. Здесь он, ну, как я и говорил, да, здесь все так в экстриме. Гротесно. Да, да, поэтому и здесь сработало. Это именно, опять-таки, некое сглаживание, некое свечение вот этих вот контуров. Это что, опять-таки, мне очень понравилось. И все равно в этом клипе. Что очень классно здесь сработало. Ты знаешь, здесь получается, что с таким большим значением Hallation, это скорее уже была имитация Super 8, может быть, даже пленки. Ну, вот именно по оптическим эффектам. Да. И ты его сделал более оранжевым, соответственно. Да. Зависит от проекта, от кадров. Я играю то так, то так. В этом проекте, по-моему, весь Hallation, где тут добавлен, то он везде идет в сторону оранжевого. Угу. Вот. Да. Да, экстремальный. Ну, что поделать. А Bloom ты добавлял? Да. Ну, идем дальше. Да, после Hallation, конечно. Bloom включим по маскам. Ну, Bloom еще увеличил этот Hallation, да, может сказать. Ну, на самом деле, Hallation и Bloom работают вкупе. Если ты включаешь Hallation, а потом Bloom, то Bloom будет усиливать и Hallation, и добавлять оптический Bloom. А если ты просто... Не знаю буквально. Да. А можешь покрупнее сделать и показать, как Bloom в данном случае у тебя такое влияние оказывает? Так, покажем, поставим так, наверное. Ну, вот, смотрите. Отключаем Bloom, ну, вот так. Ага. Да. Отключаем Bloom. Он усилит Hallation, плюс дает оптические засветки от цветов, да. Мягкость вот та самая, которая и задумывается, да. Угу. Кстати, когда ты показал эти картинки, мне Коля Смирнов, такой есть колорист хороший, очень тоже любит DeHancer и пользуется. Он мне говорит, слушай, а что так можно было, да, в таком мощном количестве добавить зерна и, в смысле, не зерна, а Bloom и Hallation? Я говорю, а почему нет? Он говорит, я там типа стараюсь аккуратно делать, незаметно. Я говорю, ну это же от проекта зависит. Да, в данном случае, гротеск такой. Включает, выключает, но очень замечающе. Если так тебе показать, то он, в принципе, не очень бросается в глаза. Он не очень тут прямо светится или там, не знаю, что-то там ведет неестественно. Здесь он так, мне кажется, хорошо вписался. Плюс, опять-таки говоря, это 80-е. Красиво получилось. Проект, то есть, видно, что он, конечно, там пере, в плане, ну, как бы, очень увеличен. Именно вот все эффекты, они гротескно увеличены. Но в этом же и кайф, как бы, это музыкальный клип, где вообще, мне кажется, можно все что угодно делать. Поле для творчества в музыке, мне кажется, одно из самых больших. Ну вот, дошли до винетки, которую я тоже использовал. А ее, наверное, нужно смотреть на полном кадре. Да, 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 да. Здесь тоже она такая по самым-самым-самым краям. Вот, выключено, выключено. На самом деле, виньетка, такой инструмент интересный, она, вроде бы, ну, как бы ерунда-ерунда, казалось бы, да, что такого. И так можно маску там подложить, все, что хочешь. Но виньетка наша, которую мы используем, она затемняет края по функции экспозиции, которую не, ну, простой кривой не симулирует. Эту функцию мы, опять-таки, инструментально замерили на печати реальной, и мы ее используем как бы везде, где нужно что-то затемнить. Например, в новых инструментах, вот, Film Breast, Gateway, вот, Контраст, экспозиция там тоже с помощью вот этой вот нелинейной нашей аналоговой функции экспозиции. Вроде это мелочь, да, как бы, ну, какая разница, можно и кривой сделать, будет похоже. Ну, нюансы все равно, они есть, и, по сути, виньет, я вот лично рекомендую где-то на начальных этапах использовать, поскольку она экспозицию общую значительно влияет. Ну, конечно же, да. Да, поэтому я даже, когда вот видео записывал обучающее свое, я на этом акцентировал внимание, что вот мы выбрали профиль камеры, мы выбрали профиль пленки, и прежде чем настраивать общий контраст, яркость, там, с color head и так далее, отматываю вниз до виньетки, она влияет на все, включаю виньетку, и потом уже начинаю остальные параметры настраивать. Это просто моя личная рекомендация, вот, по ходу разговора я ее, такой комментарий добавляю. Да, этот клип красился еще до того, как это было на версии 3, и у меня было еще. Да, да, это было до того, как появились Film Breast и Gate. Да, 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 то есть сейчас эти инструменты иногда тоже используются, ну, например, вот сейчас я пойду обратно на ноддэк. Здесь действительно очень хороший фликер от экрана, да? Ага, да. Поэтому здесь вот у меня идет, ну, если пойти теперь по нодам, то, по сути, они такие очень технические, здесь, ну, вот, одна нода включает именно, точнее, чуть-чуть его сбавляет, это сбавляет мерцание. Ага. Ага. Вот. Опять-таки можно перейти в highlight mode и посмотреть именно такие вот участки. Да, 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 здорово. Это неудобно вот эта функция, то есть ты видишь именно, на что воздействует багин или там, не знаю, ну, что угодно. Любая коррекция, даже saturation, desaturation, можно все увидеть здесь, отображается. Поэтому, вот, дефликер идет, который я бы, наверное, сейчас выключил, я бы, наверное, даже добавил, давайте попробуем, добавил thin press, наверное. А дефликер, ты использовал, ну, просто встроенный DaVinci, да? Да, 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 он иногда работает, иногда нет, но здесь работал. Здесь я бы попробовал, наверное, бы, давайте попробуем ключ, чем, если будем другой проект обсуждать, я могу показать, там я использовал его. Я обычно ставлю, ну, это 10 кадров, ну, по экспозиции, ну, по середине. Ага, 10 фреймов, да. Ну, так как здесь фликер идет, да, здесь его и можно держать цветом. Знаешь, филм-бресселл такой, на уровне ощущений, то есть, чтобы он был явный, нужно, да, вот сейчас видно его. Да, да, да. Нужно запирать. И мне кажется, я бы тогда не ставил этот дефликер, я бы, наоборот, добавил, для этого еще такое вот плавное отдыхание, может быть, это старое освещение, не знаю, как это там может быть, знаешь, типа, опять, если говоря о пленке, может быть, пленка вот так вот меняет цвет. Поэтому тоже была та функция в то время, я бы ее точно использовал. Для этого проекта, да, аналогично. Да, видишь, классно работает, да. Поэтому, да. GateRiff – это трясучка механическая, здесь, не знаю, нужно нет, может быть. Да, это небольшой такой дольный лин, поэтому, наверное, будет заметно, я могу попробовать включить, ну, так по дефолту, я уже вижу. Да, уже чувствуется. Да, да, уже поворачивается по оси, то есть, там же не просто у тебя вверх-вниз, лево-право дергается, он же еще, пленка же еще может идти, и, как бы, ну, у нее в каждый момент времени натяжение меняется, поэтому она может еще и по оси, не по оси, как сказать, поворачиваться по плоскости, то есть. А, да, 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 в объем, да. На полградуса вправо, на полградуса влево она может дергаться. Поэтому это классный тоже вариант, да, вот у меня есть проект, там практически все кадры со штатилой сняты, я на весь таймлайн ставил, на весь таймлайн ставил гейтвейв, а не вейв, а вейв. Гейтвейв, да. И он классно там сработал, очень так, очень деликатно добавил, по-моему, дефолтные в настройке, чуть-чуть даже меньше, но на большом экране это было заметно, и классный эффект, это вот слегка движение такое. Ну, оживляет, да, это оживляет. Пущено, поэтому. Расскажи про другие ноды, давай, как бы понятно, что с дефолтером вот у тебя основа, ты сделал фактически все в одной ноде, а дальше ты добавил дефликер. Ну, может быть, добавим, сейчас покажу ноды, по первому кадру, сохраним, вот нода только дефолтер сохранена, цвет, ну и вот пошли дальше, да, дефликер, окей, не будем тогда включать, он вот на цвет не влияет. Что у меня тут идет? А, добавил софт. Я обычно называю все ноды свои, в то время назвал софт, ну посмотрим. Она немножко смягчива. А что именно внутри ноды этой? Ну, тут что, во-первых, можно так посмотреть. Оно, да, хайлайтеры немножко приспущенные, нит задранные, и тени тоже. Температура, вот, кстати, да, заметил, да, температура здесь еще, еще более-менее в теплую сторону идет. Потому что благодаря теплому, по-моему, лут идет, и он, по-моему, вообще по минимуму на 20% включен здесь. Это какой лут? Это мой, это мой лут, сейчас, это просто мой какой-то, я его назвал теплота, это мой такой дефолтный лут, я его давно использую, он особо ничего не меняет, он дает такую теплоту. Ну, именно красный мне нравится, поэтому я его и называю. Ну, это так, на 20%, поэтому, ну, 100% это будет, ну, все переженное, поэтому, я не помню, почему оставил на 20%, ну, вот, я как бы смотрел, смешу, ну, сколько можно говорить, можно уже сейчас даже, наверное, побольше сказать. Я, например, даже уже и софт поменьше поставил, но уже слишком, наверное, это мягко, но мы привыкли к той первой, к первому стилу, да, только деханцирую, но один деханцирую, но один деханцирую, мои генаду. Ну, да, короче, ты просто чуть-чуть смягчил, да, общую картинку, ага. Да, сейчас посмотрим, ну, последний нодик, последний нодик, да, это вот, скомпрессировал еще хайлайты, еще им дал такого, еще более мягкого. Ага, ну, кстати, у нас мы планируем добавить в обозримом будущем инструмент хайлайт с компрессором, потому что тоже, ну, пленка, понятно, что она компрессирует цвета, и картинка киношная, она тоже редко бывает с очень яркими цветами. И у нас есть идея, как это сделать аналогово максимально, просто вот слишком много творческих задач, не успеваем все сразу делать, скажем так. Но однозначно и софт-эджис, и хайлайт с компрессором в обозримом будущем появятся, я думаю, что, может быть, даже уже в этом году, тут осталось три месяца. Круто. Здорово. Сейчас посмотрим, может, я что-то сейчас кривыми тут? Нет, кривыми тут я особо нечем не люблю. Нет, ну вот, да, здесь видно, да, фара. Ага. Да, ты скомпрессировал, ну да, с более таких, более чисто белого, даже немножко сосвеченного, такой немножко кремово-желтый-оранжевый. Оранжевый. И все? Вот это, в принципе, и все, что я сделал здесь. А вторая нода? А, это просто выключено, ничего не делает. А, ничего не делает, понял. Ну, дефликер дает, который, ну, понятно, убирает мерциально. То есть, ты настроил картинку D-Hancer, она тебе показалась слишком ядреной, и ты ее смягчил, буквально еще добавил три ноды. Ну, вот, посмотрим, вот, выключим эти все ноды, кроме D-Hancer, это так, да. И, в принципе, мне сейчас нравится именно вот, именно только D-Hancer. И, мне кажется, тоже эффект можно было воссоздать примерно только D-Hancer, кроме, может быть, да, вот, хайлайты. Этот мой лут с красным, который мне нравится, можно было вообще не ставить сюда, он здесь идет, он, ну, видно, особо, особо не меняется. Слушай, ну, это же творческий процесс, покрас, да, то есть, ты как бы идешь, у тебя идея возникает, одна за другую цепляется, здесь подправил, там возникло, это же нормально. Я тоже, когда возвращаюсь к своим грейдам, я тоже думаю, зачем я это делал, может, было проще или там что-то можно добавить еще. Нет, как получилось, так получилось. Мне очень нравится, как получилось. Фактически, получается, да, это на 80% это D-Hancer, а и 20% это легкие коррекции дополнительными инструментами. Ну, да, вот, в этом кадре, да, так и было. Ну, и, собственно, пойдем в другие кадры, не знаю, вот, первый кадр. То же самое, да. Тут только потом килл, немножко хайлайты, давай посмотрим профиль, по-моему, у меня на весь проект идет один. Да, тот же самый. Ну, логично, вообще-то, один профиль использовать для проекта. Да, да, ну, да, конечно, на экстерьер можно что-то дать другое, там, кофты, что-то третье и так далее. Но здесь я почему-то так на весь проект решил, окей, останем только кулакромный будем держаться его. И вот, поэтому, здесь, по идее, то же самое. Листенько пролистая. Тоже есть, когда только, ну, только профиль пленки. Ага, во, 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 да. Я вижу, что ты его здесь сильнее компенсировал, потому что он красненький, маржентовый даже он, скорее. А ты его грином скомпенсировал, ага. Ну, да. Да, это красивая река вот такая, поэтому хотелось немножко вернуть эту зелень. Ну, колор-хед это очень мощный инструмент, он действительно соответствует реальным аналоговым процессам, вот. Его, конечно, иногда даже прям не надо в больших значениях применять, потому что он очень сильно цвет меняет. Грейн тоже самое. Да, тоже самое. Провейшн, по-моему, здесь его и нету, да, но включен, пускай. А ты, кстати, как вот между, когда ты идешь и грейдишь вот клип, у тебя есть там какое-то количество, я имею в виду музыкальный клип, да, у тебя есть какое-то количество клипов, как файлов, и ты копипастишь и потом подправляешь настройки, или как, вот там какие-то ключевые сцены сделал, там, 2, 3, 4, 5, а у тебя всего в нарезке, не знаю, их там 30-50 кусков, ты потом копипастишь и подправляешь, или как ты делаешь? Да, я на создание вот этого, на создание лбука тональности, на создание вот этого, первый этап, на создание тональности я, скажем так, нашел профиль пленки, я более-менее понял контраст, дальше имею в виду вот эти все остальные, много я даже и не использую, я уже добавляю этот профиль на все кадры, скажем, из этой локации, из этой сцены, и потом подправляю каждую вручную. Группы я не использовал на этом клипе, практически не использую вообще при грейде. Таймлайн иногда, ну, другой проект будем сужать, там покажу чуть-чуть, поэтому, да, копипейст идет, либо топить и хансер сначала, либо потом добавляю другое. Недавно, кстати, возникла идея, точнее, почему-то показалось, это, наверное, невозможно для OpenFX, именно копировать только, например, вот мне понравился грейни, но другие коррекции все совсем кардинально отличаются. Классно копировать только грейни, например, но это, наверное, никак, да? Мы планируем сделать систему этих самых пресетов внутри дехансера. В принципе, можно через стилы, конечно, все это делать, но у нас есть идея, как делать через пресеты. Почему? Потому что бывает нужно не просто копипастить какие-то параметры, а какие-то инструменты отключить, а какие-то инструменты схлопнуть, понимаешь? У нас есть идея, что ты можешь себе сделать такие пресеты, где у тебя, допустим, все схлопнуто, кроме зерна, вот, и у тебя вообще фактически это получается как как бы отдельный плагин через пресеты. Но эта система, нужно проработать ее, нужно проработать ее хранение, возможно, что надо на сервере хранить вместе с профилями у индивидуального каждого, возможно, нужно сделать вообще обмен, какой-нибудь, знаешь, пресет от Макса Галамидова, вот, может быть, сделать можно магазин, не знаю, пресет, посмотрим. Пока такие общие мысли, что это нужно, но, опять-таки, в сию секунду вот мы разрываемся между несколькими задачами одновременно, где-то, в общем, в обозримом будущем будут и пресеты. Окей, просто возникла такая идея, потому что у вас есть, очень удобно, в конце есть, да, аутпут, иногда я даже где-то добавлял только профит пленки, чуть-чуть играл сатасити, и потом добавлял другие элементы уже отдельной нодой. Даже такое было, когда-то у меня, поэтому такие штуки добавлялся, и очень удобно. Слушай, а как ты вообще вот к теням относишься? Ты их, вот я смотрю, они тебе здесь высоко стоят над нулем, то есть ты их не очень, да, любишь проваливать? Или зависит от проекта, опять-таки? Да, от проекта зависит, я люблю и то, и другое, зависит все-таки, да, от стилистики, от вообще, от настроения, от съемки локаций, одежды там. В Японии вообще у большинства, думаю, всех черные волосы, точка черного очень всегда легко ослеживает по волосам. Слушай, а вот там есть клип последний, темный, в лесу, можешь его показать? Да, 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 это, кстати, это, по-моему, только, да, это только Geekhancer, вот. Одна нода. Да, да, смотри, у меня даже есть три версии, да, это такая просто уже не баловство, а, так сказать, ну вот, я создал такие черно-белые, это для себя даже экспериментировал, мне очень понравилось, я сейчас покажу какой профиль, по-моему, здесь был этот, а, да. Ага. Вот он, да. Амбратип. Да. Да, они все такие сейчас, да, они все такие. Амбратип – это старинная технология, типа, я сейчас не помню точный год, 1865-й примерно, после дагератипа, собственно говоря, и эту технологию мы восстановили, поскольку у нас наш коллега и друг Анатолий Грин, он этим занимается. Дело в том, что здесь у тебя всегда будет, так как амбратип – это ручной полив эмульсии, то есть берется стеклянная пластина и вручную льется эмульсия, то всегда будет профиль зависеть от того, кто сделал конкретную пластину, с помощью какого колодия, с какой степенью концентрации и так далее. Вот, то есть вот он конкретный, вот здесь вот амбратип – это конкретный амбратип конкретного человека, и даже этот человек сделает его через месяц, он будет другим, но он все равно будет амбратипом. Ну, здесь такой хоррор, короче, ты его превратил в хоррор. Да, да, да. По-моему, даже я начал делать еще, кто-то мне еще объяснил эту сцену, потому что это единственная сцена из леса, и я такой, окей, сейчас разыграемся, на создаем, в общем, я версии 5 показал здесь разные, и вот эти три были такие, да, называемый хоррор, но сравнение здесь никакого хоррора не должно быть, здесь должно быть, в принципе, что-то вот, ну, как вот. Ну, да. Ну, как и другие сцены, да, они практически ничем не отличаются. Здесь то же самое, да. Слушай, а у тебя, там еще была сцена, где сидят герои на фоне окна, она сюда не вошла в этот сет, да? А, здесь у меня нету, да. Да, 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 там было по хайлайдам очень проблематично, там я спасал хайлайты, а остальное все-таки концерт. А хайлайты ты там спасал, ты просто их возвращал через Кейнг, или как? Да, да, ну, через Кейнг я по-разному возвращаю, здесь, например, нигде показать. Короче, получается, что инструмент хайлайты компрессион, он самый, наверное, актуальный в плане развития Диханцера. Вот, круто, да, да. Ждем. Я просто для себя в своих личных задачах творческих тоже, как бы, сталкиваюсь с тем, что, ну, зачем выходить за пределы, там, какие-то ноды городить, когда можно это все грамотно и круто сделать, используя наши навыки и знания. А, здесь ты чуть-чуть землю отдельно, да? Да, земля, без нее, ну, тоже небольшая разница, ну, чуть-чуть, и ушел опять мое, это, ну, да, с теплотой, опять этот софт, грейд такой. Здесь софт хорошо заметен. Да, кстати. Вот здесь, в этом месте ты его хорошо так предложил. Слушай, а ты можешь стилы выключить, чтобы экранчик был побольше? Да, давай, конечно. Вот. Сатурэйшн плюс, это добавил сюда, сатурэйшн плюс, сейчас посмотрим, поконально, нет, по-моему, а, просто сатурэйшн, да, просто... Я прям вижу, да, там вкусненько все это выглядит. Ага, вот так вот. Здесь вообще, один из моих любимых вообще вариантов, как я вот когда-либо накручивал его, мне здесь очень нравится. Где они, вот они, посмотрим. А ты сначала отключи оба, а потом включи холэйшн, потом блум, вот это будет более правильно с точки зрения, как бы, ну, пленки, да? Так, сначала холэйшн, да. Вот, пошли холэйшн. О, аккуратненький, очень аккуратненький. Посмотрим, зоны, ну, почти не видно, перелочи чуть-чуть вот тут. У вас не видно на экране? Нет, не видно, но я вижу это без маски, я, в принципе, вижу, как она воздействует, да. То есть тут вот, в данном случае, ты как раз холэйшн очень аккуратно наложил, так, как это и есть на пленке. Ага. А еще включи-выключи холэйшн. Выключаем. Ага. Виктория. Ага. Где он еще заметен? Может быть, на... На контрастных сценах он заметен, вот на ней, как бы, на... А он заметен, смотри, где. Он заметен... Вот, смотри, вот. Вот, да-да-да-да-да-да-да, вот контрастная сцена. Ну, вот выключим. Да. Включим. Ага, ты хитро сделал. Ты оставил его такой же огромной в плане диффузии, то есть... Да, да. Но ты его смягчил по этой сцене по эмаунту. Ага, понял. Везде, поход, да, совсем разный. Потому что сцены разные, да-да, это понятно. Так, а блум теперь? Ну, вот включаем, давайте я обратно зумирую, вот так. Блум. Ага, вкусненько. Ну, да. Сейчас, конечно... Ну, вот зоны блума, да. Конечно, по-моему, еще... Уни-сатурэйшн, по дефолту, а, ноль. Поэтому еще, да, добавил теплоты. Угу. Блума. И тоже можно видеть, сатурэйшн как меняется, именно включать маску. И тут можно смотреть. Ага. Например, добавили насыщенность, и можно хью менять, и тоже видно. Да-да, хью блума тоже можно менять, да. Да, и это классно, очень, наверное, спасает, подогнать под освещение локации или комнаты, или там, не знаю, лампы. То блума можно очень много раз в порядке творить. Ну, и вот. Да. Ну, надо признаться, что и съемка здесь, конечно, хорошая. Можешь показать файл голый безо всего? Да, вот это вот. Ну, как бы, мне кажется, что это неплохо. Подожди, что-то у вас не отображается, по-моему, да? Отображается, я вижу все. А, это на моем лаппе. Окей, ну да. Да, как и говорил, здесь все так просто и правильно все экспонировано, поэтому я боялся. Мне присылались какие-то фотографии со съемок, белая одежда, там были фотки все выжженные, какие-то лунокки и панасоник, белое платье. Так, и включи теперь все. Получилось все здорово, вот. Да, конечно. Здорово, мне нравится. Классно, вот на кодеке работает, да, кодек зелень, вот это японская листва, вот это все, вес, какая-то такая вообще другая получается. Мне очень нравится. Ну, это вообще одна из проблем цифрового изображения в том, что у него не очень высокая вариативность цвета, то есть, как бы, стандартные профили всякие, которые именно технически камерные, да, они не очень хорошо разделяют оттенки. А если ты грамотным образом потом добавляешь, ну, к пленочный профиль, наставишь контраст, то именно у тебя зелень получается. Она вроде как и была зелень, а осталась зелень, но ее стало много разной. Вот зелень чуть светлее, чуть темнее, более салатовая, более теплая, более маджентовая, вот там много-много. Это, как бы, кайф, который дает пленка, конечно. И здесь это используется, то есть, пленка дополнительно вытягивает. Стилы между собой ты тоже, соответственно, сводишь. Ну, здесь, конечно, не приходится сходить, ну, вот эти, где локации, но... Нет, локации разные, но эстетика-то, в общем-то... Да, именно вот насколько они отличаются и тоже, и блум, и холейшин, и зерно, здесь важно, да, следует... Ну, по тонализмам, понятно, совсем разные. И чем мне диханство, в первую очередь, нравится эта вот текстура изображения и передобавление пленок и всех инструментов, она какая-то уникальная. Ничем другим больше так не получается зерость, по крайней мере, нет. Ну, это, конечно, бальзам на душу у меня, потому что мы в этом, собственно, и была задумка, что мы понимаем, что... Мы понимаем, как работает пленка, и понимаем, что... Общепринятые подходы, они не очень правильные, на самом деле. Ну, то есть, правильные, много хороших профилей, безусловно, лутов есть там, ну, все это немножко не то, потому что не оттуда, не оттуда пляшут, в общем, люди, разработчики, чаще всего. Вот, а мы знаем, откуда... Еще один из экстримов вариантов, здесь тоже какой-то OpenFX добавлял, эти лучи. Ага. Ну, это так уже. Тоже можно посмотреть в Highline, что происходит. Это тоже они такие, динамичные, получается. Двигаются... А здесь от объекта... Чем ты добавлял это? Это... Резоловский LightRay. Ага, понял. Здесь он как-то так показался. Тоже можно цвет менять, добавлять. Казался, подходит. А остальное все то же самое, опять, смягчение. Ну, эти Highlight'ы. Ну, и вот он. Разница колоссальная. Не, ну, понятно, там лог был. Ну, по настройкам тут... Ну... Даже без Colorhead. А, нет, это... Да, без него. Есть, есть. Какая-то, по-моему, не была вверх, не знаю, собранные люди все сюда. Они... Такая зеленая, какой-то более холодная сделала. Вот. Трачечная. Ну, что-то вернули все в теплоту. Ну, у тебя, как бы, этот клип, он весь тепленький, да. Да-да-да. Ну, как-то вот не хотелось, да, так сильно отскакать, поэтому... Ну, то есть, основной подход следующий, что мы сначала добавляем ноду... Это я сейчас пытаюсь резюмировать, да, то, что ты делаешь. Ты сначала добавляешь ноду гехансера, настраиваешь технические вещи, такие как, собственно говоря, выбираешь профиль камеры, выбираешь, перебираешь, наверное, да, профили пленки или уже заранее знаешь, какой тебе будет, какие у тебя любимые. Сейчас уже более-менее заранее знаю, да, так, конечно, можно это перебирать, что-то найти, наткнуться на что-то очень интересное. Да, то есть, ты уже понимаешь, в какой эстетике ты примерно будешь мыслить, допустим, если это кадохром, то это будет по умолчанию маджентова картинка, но которую потом можно компенсировать, там, да, если это будет какой-нибудь аэроколор, то он будет контрастный, или там 250D, то он тоже будет контрастный, но это тоже можно компенсировать. Ты уже понимаешь эстетику, ты выбираешь пленочный профиль и получаешь грубый черновик, да, то есть у тебя там могут быть проваленные тени, у тебя могут быть хайлайты какие-то там задранные, вот, ты уже аккуратненько настраиваешь опциями print options, коррекция экспозиции, color head, уточняешь, уточняешь, уточняешь изображение, на 80% готово, дальше ты дополнительно хайлайты смягчаешь, там, может быть, общую картинку смягчаешь, может быть, тени как-то отдельно там подтягиваешь, ну, то есть, уже штрихи идут дополнительными нодами, я правильно резюмирую? Абсолютно, да, да, именно, опять-таки, здесь вот, чем мне нравится, здесь нет, здесь не стоит придерживаться никакого правила именно вот это пошагово идти, здесь можно, как ты и говорил, да, начать совсем по-другому, начать мыслить, ну, естественно, я добавляю все-таки профиль первым, но... Само собой, профиль первым, вот, компенсация экспозиции и эту самую виньетку я рекомендую, а потом уже можно скакать в любой последовательности. Да, да, ведь ему плагин интересен, что столько комбинаций, столько вот этих вот рецептов, столько смешиваний разных интересных. Слушай, знаешь, что любопытно, что на самом деле ты, в принципе, действуешь, ну, абсолютно так же, как и я, только со своими фишками, естественно, да, которые, там, я вот для себя лично несколько моментов прям намотал на ус себе, некие такие, ну, маленькие хитрости, что называется, да, то есть, но общий подход, он все равно такой же, абсолютно, то есть, как мы задумывали, так ты и пользуешься, то есть, получается, что если человек, если колорист как бы врубается в идею, да, то он начинает очень эффективно и быстро используется этим инструментом, а если не врубается, то вот я прям замечаю, что некоторым так тяжело, что как-то все, все не так, да, вот все привыкли по-другому. А ты, то ли ты изначально, сейчас, секундочку, то ли ты изначально не так, как все мыслил, то ли, ну, не то, что все, тут нет такого, что все, все по-разному. Скажем так, ты либо изначально мыслил ближе к тому, как мы, либо ты быстро сменил, ну, осознал нашу философию и быстро под нее подстроился, ну, как я это вижу. Скорее всего, да, я как-то прощипывал вас, вашу философию от этого, от этих всех инструментов и что-то, значит, просто экспериментировать, еще помню, на первом этапе, где у вас было, ну, чуть-чуть меньше инструментов, там тоже мне казалось, что, ну, слушай, а зачем вот эти прям так-так-так, пойдем наоборот, пойдем на что-то, посмотрим, насколько работает токоплум, насколько работает токоплум, например, ваша экспозиция. Кстати, я запомнил, что экспозиция первоначально мне произвела впечатление, что она, ну, как-то очень, она совсем другая, она очень такая, как это правильно выразить-то, она очень мягкая и не деструктивно работает, мне показалось. Она очень хорошо делает картинку темной, но ничего не убивает в тенях, естественно, если ты, пока ты не накрутишь. И также в обратную сторону, вот экспозиция, если я ползунок, я помню, первоначально очень понравилась, она очень классная работа. Слушай, ну, самое интересное, что, вот я говорю, что ты, видимо, врубаешься в нашу философию быстро, потому что... Это чувствуется, это видно сразу, это, ну, попробуй. Вот еще это возможность делать на панели, с чего я жалею, что это, ну, вы, мышки приходится. Это вообще классно было, наверное. А Миша Денисов как-то вывел себе это на панель. Диханцер? Да. Опа, это интересно. Я, кстати, он обещал урок записать, туториал, как он делает, потому что он тоже мастерский. Вот ты и Миша Денисов, один из таких самых, ну, русскоязычных блогеров, которые там наиболее виртуозно и творчески владеют инструментом. Кстати, люди, которые меньше всего зашарены на техническую тему, вот, ну, по общению, да, то есть, как бы, вот именно глазами работают, а не «как надо», в кавычках. Вот, так вот, Миша Денисов, он хочет записать урок, может быть, он об этом скажет, как он это вывел, или отдельно, может быть, расскажет. Вот, у него, по-моему, как раз и есть эти примочки дополнительные, панель какие-то, может быть, вот там… У него, у него мини-панели, он на мини вывел, у него там Диханцер прямо ручками крутит, все. А, прямо на мини-панели, интересно, интересно. И я, собственно, хотел, почему я вспомнил-то про… сейчас, интересно, тут можно… ладно, я вспомнил, просто я говорю, а сейчас у меня твое лицо на экране, ну, неважно. Почему я вспомнил про Мишу Денисова? Потому что экспозиция – это то, над чем мы первоначально очень долго работали. Вот, как бы мы, ты знаешь, мы чуть ли не дольше работали, чем над пленочными профилями. У нас было столько версий от экспозиции, мы так ее и так. И, в общем, пока мы не пришли к пониманию, что экспозицию нужно инструментально замерить на фотоувеличителе. Кстати, знаешь, давай, может быть, сейчас ты перестань шарить экран, чтобы наши лица появились с тобой, так сказать, закруглим эту часть разговора и перейдем к следующей. И финализируем то, что сейчас у нас. Окей, выключай, да? Да. Давай. Во, вот теперь мы с тобой, да. В общем, мы долго возили с экспозиции, как ее сделать максимально аналоговой, эстетичной и деликатной, чтобы она сохраняла информацию. Было много версий. Мы даже физически ездили к Мише в студию, потому что Миша был одним из первых, кто вот с самого начала поддерживал нашу разработку и давал советы, и был таким тестером. Вот, и он тоже там, он крутил один вид экспозиции, второй вид экспозиции, говорит, ну, типа, ребят, на экспозиции вот, ну, не идеально, не идеально. А потом мы сделали аналоговую, ну, сняли эксперименты, отправили ему, и он пишет такой, вот, вот оно, наконец-то, говорит, вот то, что надо. И мы сами видим, что, блин, заработало. То есть мы на экспозицию, наверное, месяца два убили реально. Вот, казалось бы, ну, что такое экспозиция, влево-вправо. Но это основа, это база. Экспозиция идет у нас в виньетке. Экспозиция идет в фильм Брэйс, в дыхании пленки. Она где-то там еще задействована в каких-то местах, и это ключевая штука экспозиции. Потому что ты, когда на увеличителе, вот, ты печатаешь фотографию, ты прибавил время экспозиции, то есть ты сделал темнее картинку. Но она вообще и так ведет себя, как вот обычно, там, кривыми. И мы это очень хотели передать. Я к тому, что я очень рад, что ты это оценил. Говорю, да, ну, это сразу почувствовалось. Еще, тем более, это один из самых первых ползунков. Ну, да, который начинаешь, это самое, дергать. Да, и прямо, ну, сразу, мгновенно, вау, неужели так, так могло сделать. Слушай, ну, смотри, ты такой прям, мы сейчас уже разговариваем, такой много информации дал по поводу обработки. Я знаю, что у тебя еще в рукаве есть козырь по поводу черно-белого подхода. Вот, я предлагаю, чтобы в одну кучу не мешать, разделить это наше интервью на две части. Хорошо. Вот, первая часть у нас будет посвящена цветному изображению. Вот, мы, собственно говоря, уже все пробежались, ты все рассказал, я там комментировал, извини, если избыточно влезал в твои комментарии. Не, не, наоборот, наоборот. Вот. На самом деле, очень интересно, потому что ты показываешь, а я это смотрю на это глазами, человек, который предполагал работу колориста, да? Вот, и мне очень приятно, что совпадает прямо, ну, в твоем случае, понимание твое и наши людей, они прям совпадают, конечно, очень здорово. Вот. Я, у меня такая мысль, что раз ты так много времени потратил на то, чтобы поделиться опытом, давай мы сможем, наверное, сделать специальный промо-код для тех, кто захочет, после, по просмотру этого видео, за счет твоего рассказа, вот, может быть, захочет приобщиться к Дихансеру, мы для таких людей сделаем специальный промо-код, разместим его в описании к этому видео, и он даст скидку человеку, который захочет купить. Ну, это, можно сказать, от меня лично и от тебя лично такой бонус для тех, кто заинтересуется. Да, точно заинтересуется. Я надеюсь, да. Ну, я в данном случае беру у тебя интервью частным образом, вот. Во-первых, Дихансер – это англоязычный проект, а интервью на русском языке. Вот, ну, во-вторых, все-таки промо-код – это такая очень индивидуальная штука, вот, конкретному человеку можно сделать, а официально, легально, вот так вот везде, конечно, мы об этом не кричим. Тогда мы заканчиваем с первой частью «Цветной». В следующем видео, в следующей части интервью, я его назову «Интервью с практическим уклоном», да, мы его так назовем, мы расскажем про то, как Макс обрабатывает черно-белые изображения, а с зрителями первой части мы прощаемся. Всем пока, спасибо, что слушали. Да, всем пока, спасибо, да, что послушали и посмотрели. Надеюсь, понравилось. Впереди черно-белый вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok